Вопросы ответим в конце. Да, всем привет. Я думаю, что для тех, кто не был вчера, Марина, попрошу еще пару слов рассказать в целом, что за школа. Я сейчас сделаю, включу презентацию нашу, и следующий слайд, и вкратце. И для тех, кто уже был вчера, это будет информация не новая, но кто на сегодня первый раз, Марина расскажет про школу. Марина? Да, Марина расскажет про школу. Меня вот так хорошо слышно? Пока, да. Отлично, наушники. Хорошо, значит, школа программирования пассово основана в 2016 году Дашей и Виктором Богудскими. Вот Виктора вы можете видеть на фото. Вчера показывала, сегодня показываем еще раз. Все преподаватели... Да, вот это вот Виктор, он из Молдовы, кому интересно. Значит, да, все наши преподаватели, это практикующие программисты и тестировщики, которые работают на американские компании. Все наши уроки проходят в режиме онлайн. Мы за то, чтобы каждый студент получил возможность закончить курс, поэтому все доступы в школе бессрочны, повторное прохождение курса абсолютно бесплатно. Мы делаем упор на обратной связи. Для нас очень важно, чтобы студент имел возможность задавать вопросы. Поэтому на уроках студент может включать микрофон, естественно, задавать вопросы. Это супер приветствуется. Есть также общий чат, и кроме основных уроков, мы на всех курсах делаем факультативные занятия, которые посвящены разбору пройденного материала, ответов на вопросы и помощь с какими-то домашними заданиями и так далее. После курса студенты всегда приходят на стажировку, на реальные американские проекты, получают реальный опыт работы. После курса мы не отправляем сразу, знаете, как это «плыви» на работу. Мы даем возможность постажироваться, чтобы увереннее себя чувствовать, чтобы набраться опыта, кейсов, и только потом выйти на рынок труда уже с вот этим опытом, с наработанными кейсами. В целом, наверное, так. Кстати, можно сейчас прямо ответ на вопрос из чата, сколько студентов нашли работу. Смотрите, курс Java Developer у нас достаточно молодой. Мы только… То есть студенты, которые сейчас заканчивают, они только-только идут на стажировку. Вы будете вторым потоком, точнее третьим, потому что первый поток был еще для наших студентов. Так мы тоже делаем, когда мы вносим какие-то новые курсы. Мы сначала их даем пробовать нашим студентам. Значит, да, студенты по Java еще только-только идут на стажировку, поэтому у нас нет какой-то статистики, поэтому такая приятная цена на этот курс. Но если мы говорим про те курсы, которые у нас давно, это FullStack, это K, то все студенты, которые следовали, которые ходили на уроки, которые делали домашние задания, которые пошли на стажировку, которые ходили на интервью-практис, исследовали всем рекомендациям, которые дает школа, все эти студенты получили оффер. Есть разные случаи, когда студент повторно пошел на курс или когда студент стажировался, и говорит, что я пока не готов выходить. Короче, есть разные ситуации, когда ребята еще не вышли на рынок, но мы опять же стараемся бороться с этим страхом выхода на рынок труда и поддерживаем ребят, в том числе наш рекрутер, который занимается и подготавливает. Короче, мы всех стараемся вытолкнуть такие с гнезда на рынок труда, но мы не просто говорим идеи, но мы даем алгоритм действий, как правильно выйти на рынок труда, чтобы это было эффективно. И все ребята, кто готовился и по софтски лампы, и по behavior questions, все те ребята, которые апплайлись так, как мы давали эти рекомендации, в соответствии с этими рекомендациями, все получили оффер. А какая цена? Так, Василий, цена очень-очень приятная. Оставайтесь до конца презентации, потому что именно в конце презентации там будет QR-код, и именно для участников сегодняшнего вебинара будет приятная цена. Именно сегодня. Вот поэтому оставайтесь, пожалуйста, не отключайтесь. Так, тут еще вопрос. Валерия говорит, как найти работу, когда обучаешься только на Java. Ну, в смысле, одного Java не хватает. А, Артем, тебе как... Да, это ко мне. Это большее. И плавно перейдем ко мне. Да, давай, давай. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Артем. Я работаю с Java более 8 лет. Работаю на различных проектах в США, в Европе. В основном это финтех-проекты, потому что они мне очень полюбились. Я их специально выбираю. Это банки, криптоплатформы, иногда какие-то CRM-системы и так далее. А также имею опыт менторства более трех лет и преподавания на различных курсах. И тут, хоть в нашей школе в ПАСФ курс Java достаточно молодой, программа не молодая. Программа тщательно подобрана. Она прошла испытания годами, прошла испытания многими группами. Как говорится, мы потренировались на котиках и пришли сюда, максимально подобрав тот материал, чтобы пройдя тот курс, который мы будем преподавать от начала до конца, было тех знаний и тех инструментов достаточно, чтобы уверенно выйти на рынок и оплавиться на какие-то вакансии, получать офферы, и смело идти без чувства самозванца, знаете, синдром самозванца, когда ты приходишь и ты думаешь, вот, оффер получил, но на самом деле ничего не умею. Вот чтобы такого не происходило, на наших курсах дается максимально полный набор тех инструментов и тех знаний, необходимых для того, чтобы выйти на рынок и чувствовать себя уверенно максимально. Правильный был вопрос. Действительно, одного Java в том виде просто Java синтаксиса недостаточно. Вместе с Java идут различные фреймворки, такие как Spring, Spring Boot, ну там или все семейство фреймворков Spring, другие семейства фреймворков там для работы с базами хибернет, либо Spring Data, GPR и так далее, либо какие-то уникальные фреймворки, которые касаются конкретных проектов, там конкретного направления, каких-то специфических, узконаправленных, а также на сегодняшний день очень важно знать какие-то клауд-решения. Может быть, не все абсолютно, но как минимум один-два, там какой-нибудь Azure, либо Amazon Web Services, в общем, знать какие-то облачные решения, потому что сегодня на рынке это очень востребовано. И это то, что мы будем проходить на курсах, это то, что мы будем давать в полном объеме. Так, и поскольку эстафета плавно перешла ко мне, я хочу продолжить. Вчера у нас был вебинар, и мы обсудили, что такое Java, где используется, какие преимущества Java, почему на сегодняшний день Java – это перспективный язык, и почему еще много-много лет Java будет занимать нишу и будет в топе языков программирования. Как я говорил вчера и напомню сегодня, Java – один и единственный язык, который предоставляет решения для крупных бизнесов, крупных корпораций, автоматизации крупных корпораций и какие-то решения для крупных корпораций или, как называем, интерпрайз-решения. Кроме Java на сегодняшний день никто не может таким похвастаться. А поскольку крупные корпорации существовали и будут существовать, соответственно, Java будет расти, развиваться, и много-много лет еще у нас есть работа, и будет еще работа у меня, и у вас, и у наших, скорее всего, детей. И поскольку мы вчера обсудили вопрос, что такое Java, какие преимущества и где используется, сегодня хотелось бы немножко глубже вникнуть в саму Java, и что в целом нужно нам, с чего начинать наш путь программирования на Java. И, как ни странно, парадоксально, самое первое, что нам нужно сделать, установить определенный софт программы, собственно говоря, для работы с Java и для программирования на Java. И Java предоставляет, Oracle компания предоставляет такие инструменты, такие программы, в частности, для того, чтобы нам вести разработку полноценную, на Java нам нужно скачать Java Development Kit. То есть, из названия тут понятно, это какой-то набор для разработки на Java. И любой Java Development Kit состоит внутри из себя, из некоторых, скажем так, модулей, подмодулей, и я здесь схематично нарисовал. Самое основное, это внутри, это JRE. JRE включает в себя два подмодуля. Java Virtual Machine, это виртуальная машина, это там, где запускается наша программа, где наш скомпилированный код запускается. И Java Class Library, это библиотека со всеми необходимыми классами для компиляции и работы, и запуска наших Java приложений. Java Runtime Environment расшифровывается. Это значит, это некая среда, где мы можем запускать наши программы. И также в Java Development Kit включено Java Development Tools. Это некий набор инструментов для того, чтобы нам вести разработку. То есть, мы запомнили. Java Runtime Environment – это инструменты для того, чтобы нам запускать программу, компилировать код, запускать нашу программу, Java Development Tools, для того, чтобы нам разрабатывать и писать код, и потом это компилировать. Все это включено в GDK, и это будет первый шаг, что мы сделаем на наших курсах. Мы установим Java, посмотрим, что такое GDK, посмотрим, как компилируются файлы, как из нашего кода, который мы пишем человеческим языком, по сути, на английском языке, через какие-то радиизделители, скобочки и так далее, но более читаемым языком, как это все компилируется в машинный код, либо в байт-код, в единичке, в нолике, и интерпретируется Java виртуальной машиной, и запускается. И здесь я схематично нарисовал вам такой график. Вчера я сказал, и сегодня, опять же, повторюсь, Java является на сегодняшний день, может, не единственной, но самой удачной, скажем, средой разработки, либо языком программирования, для того, чтобы разрабатывать кроссплатформенные приложения. То есть, приложения, которые мы пишем один раз, вот я сейчас, к примеру, в этот момент времени я работаю на MacBook, но на самом деле у меня для работы я использую у меня вот здесь большой стол и несколько компьютеров. У меня есть и компьютер на Linux, и компьютер на Windows, и Mac OS, но я пишу что-то в одном месте, и моя программа запустится одинаково на любом из компьютеров, либо на любом виртуальном сервере, либо это Microsoft Service сервер, либо виртуальный сервер какой-нибудь, Linux и так далее. Почему так происходит? А все просто. Мы пишем понятный код, вот source code, это мы просто пишем нашу программу, скажем так, человеческим языком, даем какие-то инструкции на понятном нам языке. Java компилятор, который включен в Java Runtime Environment, Java компилятор, компилирует наш код в байт-код, в нолики-единички, как мы видим, и потом наша виртуальная машина, она может запускать этот байт-код на любом устройстве, где только мы можем установить виртуальную машину Java, а на сегодняшний день мы можем установить виртуальную машину Java на любой известной нам операционной системе. Это огромный плюс Java, и это то, как происходит процесс от написания кода до, собственно, запуска программы. То есть мы пишем какой-то код, он компилируется в единичке-нолике, то есть тот код, который может читать наш процессор и интерпретировать его, и наша виртуальная машина Java это благополучно скармливает любой операционной системе. И также в Java есть ряд ключевых слов, которые зарезервированы Java. Это те слова, которые Java использует только для себя и никому не разрешает ими пользоваться. Ну, то есть мы можем ими пользоваться, но мы не можем там назвать переменную либо какой-то класс таким именем, либо метод, какую-то функцию назвать таким именем, потому что Java сказала, что она уже заняла эти слова, и нам их просто надо знать. Это очень просто. Все слова интуитивно понятные и простые. Их не так много. И это мы научимся понимать, что за что отвечает на наших занятиях, на наших курсах. Вот. И тоже я включил еще один слайд. Как мы обсудили вчера, одно из преимуществ языка Java. В целом, это не единственный язык, который придерживается принципов ООП, либо объектно-ориентированного программирования, но это один из первых языков, который принес эту концепцию, показав, что на самом деле программировать можно без боли и слез. Потому что то, что мы делаем в Java, те программы, которые мы пишем, мы описываем объекты. А объекты – это, по сути, все, что мы видим вокруг. Это мы вышли на улицу, мы видим собачка побежала, машина поехала, мы видим самолет полетел, либо какой-то след от самолета. Это все объекты, это все какие-то методы, функции. И точно так же это все существует в Java, описывается в Java. И для того, чтобы нам это правильно делать, у Java есть определенные принципы, их четыре. Это принцип абстракции, это значит абстракция, значит, вот, к примеру, у вас есть какой-то объект, допустим, котик, собачка, не знаю, что еще, слоник, коник, козочка, коровка. По сути, это все разные животные. Но может кто-то мне быстренько сказать, что общего абстрактного у этих всех животных? Четыре ноги. Четыре ноги – это состояние. Но, кстати, подсказка в вопросе была. Это все животные. То есть это животные. То есть мы можем вынести на уровень абстракции. То есть, либо когда мы… Вот очень легко мне помогло в свое время понять, что такое абстракция. Вот, допустим, мы выходим на улицу и есть дома. И, по сути, они все как будто бы разные, но каждый дом имеет у себя абсолютно какие-то одинаковые свойства. И, допустим, абстракция – это некий чертеж. Вот у вас есть чертеж дома. Это еще не сам дом. Но у вас есть чертеж дома, в котором описаны какие-то свойства. Вот чертеж дома. У нас класс называется абстрактный дом. Вот у него есть метод. У него какие-то есть состояния. Окно, размер, высота, ширина. И там что-то другое. И приходит… И мы уже хотим реализовать конкретный дом. И мы берем этот абстрактный чертеж и просто устанавливаем свои значения. То есть у нас есть чертеж, но мы говорим, хорошо, у этого дома должны быть двери. Мы, значит, устанавливаем двери. И так далее. Это очень упрощенно. Но это… Что значит абстракция? Это что-то, что можно вынести как чертеж, как нечто общее для целой группы похожих объектов. Инкапсуляции. Инкапсулировать. Это тоже тут, возможно, с названия понятно. Инкапсулировать – это значит скрывать какие-то свойства объекта от другого объекта. К примеру, мы хотим построить дом, но мы не хотим, чтобы кто-то украл какие-то свойства дома. Я не хочу, чтобы больше где-то белые двери стояли с ручкой с правой стороны. Значит, я инкапсулирую свойства этого дома. Я скажу, что это приватная территория и ни в каком случае нельзя нам в другом доме использовать такие же вещи. И это будет называться инкапсуляция, то есть сокрытие какого-то функционала либо логики для внешних объектов. И можно использовать только внутри этого объекта. Наследование. Тут достаточно просто. Допустим, у нас есть класс животные. Вот у нас есть родители. В целом класс животные. И мы хотим создать котика. У всех животных есть, допустим, хвост. И мы в классе животные написали, что у животного есть хвост. И есть четыре лапы у животного. Потом мы берем котика и наследуем класс животное, потому что котик является животным. Значит, котик наследует все качества, которые есть у животного. И плюс добавляет какие-то свои качества. Допустим, мяукать. Собака то же самое. Есть собака. Он наследует все качества животного, но плюс еще там гавкает. И так далее. Полиморфизм, либо от греческого слова полиморфус, что значит многообразный, это когда мы свойства какого-то метода переопределяем для другого объекта. Допустим, у нас есть дать голос метод у животного. Каждое животное может издать звук какой-то голос. И у нас есть метод, который издает голос. Но каждый метод, каждое животное отдельности, в частности котик, мы берем этот метод и мы определяем то, как свойственно этому животному. То есть мяукать. И так далее. Возможно, это сейчас тяжело будет уловить так сильно на лету, но мне хотелось бы, чтобы вы это держали в голове. И это то, на чем строится Java, на этих принципах, на этих четырех столбах. И я бы хотел сейчас с вами просто прям в режиме реального времени написать какую-то программу, которая будет в веб-приложении, скажем, больше какой-то API для веб-приложения, где мы полностью проследим весь процесс, как оно существует в Java, как мы можем написать программу, которая будет работать от начала до конца, как полноценное веб-приложение, бэкэнд-приложение с инструментами и работой с разными инструментами. Вот. Для этого есть такой инструмент под названием... Я сейчас закрою. Извините, пожалуйста. Можно вопрос коротко? Да, конечно. А я сейчас расскажу. Что такое API? И я расскажу в момент, когда мы будем делать программу. Спасибо за вопрос. И просто это будет наглядно для всех. Так, секундочку, мне окно мешает. Вот. Любая программа в Java пишется в каком-то инструменте. в среде разработки. На самом деле, эта среда разработки может быть несколько. Есть Eclipse программа, есть NetBeans. NetBeans – это программа, которую советует Oracle. Но большинство разработчиков на Java используют программу IntelliJ IDEA. Это программа от JetBrains. И на сегодняшний день, вот для меня и для 95% разработчиков, хороших, опытных, это самое лучшее приложение, которое только может быть. И с этим могут не согласиться только индусы. Потому что эта программа платная, а Eclipse бесплатный. Индусы пользуются Eclipse. Соответственно, для того, чтобы нам начать разрабатывать программу, соответственно, мы открываем нашу среду разработки и начинаем с создания нашего проекта. Я хочу вам предложить создать проект на Spring Boot. Это то, чему мы научимся к концу курса. Ну, не именно к концу курса. Мы к концу курса научимся в полном объеме работать с семейством Spring Framework, с Java и со всеми инструментами. А мне хочется сегодня вам показать на Spring Boot, как это может быть красиво, просто, понятно и удобно. И я хочу на простом примере, опять же, из жизни. Допустим, мы хотим сделать какую-то книжную полку. Мы хотим иметь какое-то хранилище книг. Мы хотим создавать книгу, какую-то добавлять книгу в базу данных. Мы хотим редактировать книгу какую-либо. Там название или еще что-то. Мы хотим получить все книги из нашей базы данных, из нашей, скажем, полки. И мы хотим удалить книгу, если нам не надо. И создание проекта начинается с, соответственно, названия проекта. Давайте ее просто назовем, чтобы сильно не мудрить. Назовем его Bookshelf. Это там, где будет проект храниться. У нас язык Java. Это сборщик проекта. Здесь некие еще дополнительные атрибуты, которые мы обязательно выучим и изучим, что для чего надо. Ну, я пока заполняю. И следующий этап. Я заполняю те инструменты, которыми я буду пользоваться в этом проекте. Я в ходе проекта могу их либо удалять, либо что-то добавлять еще помимо. Но самое первое, что я хочу использовать, я буду использовать, я хочу делать веб-приложение. Значит, мне нужно какое-то веб-решение. Значит, я подключаю Spring Web. Мое приложение, я хочу сохранять в базу данных. Я хочу работать с базой данных. Значит, мне надо база данных. Я подключаю Spring Data GPA. Значит, какую я базу данных хочу? Я выбираю Postgres, базу данных, релизационную. Значит, я поставлю драйвер для нее. И еще какие-то инструменты, которые сейчас вам ничего не скажут. Но мы будем этим пользоваться. А также инструмент, который будет управлять нашими скриптами базы данных. И все. Мы набрали какой-то набор инструментов, которым хотим пользоваться. И наш проект собирается. Вот тут можно написано, что билдится проект, строится, собирается. Пока он собирается, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Любой проект в Java, это по сути, вот как вы в файловой системе, вот в Windows открываете папочки, так и здесь в проекте все сортировано по папочкам, и все сгруппировано, и все всегда понятно, и ничего не меняется. Во всех проектах Java есть стандартные папки. Вот есть корневая папка проекта, есть папка, она обычно помельчена оранжевым либо каким-то другим цветом, там, где хранятся скомпилированные классы, и есть стандартная структура для всех проектов. Это папка SRC Main Java. В Java хранятся все наши классы, которые мы будем писать, с которыми мы будем работать. В папке ресурсы хранятся наши настройки проекта, хранятся какие-то статические данные, может, какие-то картинки, шаблоны, шрифты, если мы используем, какие-то файлы и так далее. Это все хранится в ресурсах. Дальше мы можем посмотреть, что структура пакета у нас примерно такая же. Кто-то вопрос хочет задать? Размючиваетесь. Если хотите вопрос задать, размючиваетесь. Я не могу прочитать все быстренько, и быстрее будет задать вопрос. Так, ну, я не вижу вопросов. Если хотите, размючиваетесь. Буду рад ответить на любой абсолютно вопрос. Мы видим, что у нас... Так, было не слышно. Ну, если что, пишите. Я попозже отвечу. Просто хочу успеть показать вам, написать программочку, чтобы мы пощупали, как это работает. Мы видим иерархию пакетов. Вот представьте, вы заходите на какой-то сайт. Допустим, на сайт нашей школы. Pass.com. По сути, в проекте Java все то же самое, но начинается только с домена. Вот у нас есть домен, точка, Pass. Это доменная зона, точка, Pass. Это, по сути, сам домен и точка, и тот проект. По сути, в одной компании может много быть проектов, но вот эта вот доменная зона, она всегда доменная зона, и сам домен, он всегда статичный, он не меняется, а проект наш может меняться. Вот. И поскольку у нас книжная полка, самая основная внутри, здесь вот в каталогах, еще есть пакеты, и самый главный пакет, то, с чего мы начинаем описывать нашу программу в Java, это так называемые сущности. То есть, сами объекты, с которыми мы хотим работать. Давайте создадим соответствующий каталог и создадим саму сущность, то есть класс, который и будет называться книгой. Вот. Мы создали наш класс книга, да, и вот те зарезервированные классы, и мы видим слово public. Это принцип инкапсуляции, который мы обсудили. Public – это значит, что наша книга будет доступна везде. Вот кто хочет книгу читать, пусть читает. И давайте по-быстрому накинем некие аннотации. Entity – это сущность наша. Это у нас будет храниться в таблице. Таблице. Назовем таблицу. Назовем таблицу. Только у меня нет все импорты. И поскольку у нас сущность книга, то и таблицу мы назовем, что таблица будет книги. То есть у нас будет таблица, которая будет хранить книги. Сейчас у нас подсвечивается красным. И мне, кстати, вчера был у нас на вебинаре человек, который говорил про АИ. И я видел, что он сегодня здесь. И вот я хочу, чтобы ты посмотрел, как АИ помогает. Он мне подсказал, что мне надо. Я потратил чуть меньше времени, и он мне сгенерировал некие сущности самостоятельно, некие поля. Это наш идентификатор. Это наш идентификатор. То есть у нас у каждой книги будет свой ID, что, собственно, логично. У каждой книги будет еще какое-то название. Значит, у нас будет тип строка и название title. И что еще у книги есть? У книги есть, скорее всего, автор. Есть автор. Алло. Да, привет. О, я восстановил, спасибо. Не было микрофона. Хотел вопрос как раз задать. Да, спрашивай. У меня, я почему создал новый проект, и идея, папка у меня есть. Идея. Ну, в папке идея разворачивается только gitignore и xml, два файла. И все. Потом идет сразу src папка, и там идет main class первый, и все. У меня нет дополнительных, как у вас. Хорошо. На самом деле, не обязательно сейчас писать за мной. Лучше последить. И если вы хотите разобраться со всем, ждем на курсах. И я буду рад вообще просто показать, рассказать, как создаются различные проекты, в чем отличие, и почему у вас отличается от того, что у меня. Просто сейчас не совсем будет время достаточно для того, чтобы я закончил свой проект показывать. Хорошо. Хорошо, спасибо за вопрос. И давайте создадим последнее поле. И есть такой жанр. Допустим, жанр. У каждой книги есть какой-то жанр. Но тут есть еще один такой интересный момент. У книги жанр, то есть вполне возможно, что жанр это на самом деле что-то часто повторяющее для многих книг. И было бы, наверное, не сильно удобно для каждого книги писать жанр с самого начала. Для этого в Java тоже есть такая интересная вещь. Называется тип данных enumeration или на русском языке перечисление. И, соответственно, один из пакетов в Java проекте и называется enums либо enumerations или перечисление на русском языке. И давайте создадим с вами такое перечисление и назовем жанр, где мы опишем все наши жанры. Какие мы жанры знаем для книг? Ну, наверное... Подключайтесь, друзья. Вы наверняка знаете жанры книг. Подключайтесь. Детектив, скорее всего. Наверное, романы. Да? Это у нас новелл. Может, какие-то комедии еще. Фантазии, фэнтези. Ну и так далее. Поскольку вы не подключаетесь, и этого хватит. Хорошо. Значит, мы скажем, что мы будем здесь хранить жанры. Мы будем хранить жанры. И поскольку у нас это таблица, давайте мы enumerated и enum type stream. Вот. И еще давайте буквально пару полей накидаю. Это дата создания книги. Дата создания книги. Дата создания книги и пометим это как created date. тоже самое сделаем. У нас мы можем еще обновлять книги. Только здесь укажем, что это last modified date. Вот. И смотрите, тут используется, я буду рассказывать и еще дописывать, тут как раз таки используется, вы заметите, что я пишу private. Это то, о чем я говорил. Я не хочу, чтобы кто-то мог пользоваться названием моей книги, не получив книгу. Чтобы никто не знал жанр, не мог взять где-то использовать жанр вне моей книги. Книгу берешь, можешь там и жанр понять и все остальное, но ты не можешь пользоваться отдельно жанром либо книгой, либо автором вне этой книги. А этим всем может пользоваться только сама книга. Вот. Это то, что значит что значит это что значит инкапсуляция. я сейчас просто докидываю методы кое-какие, которые будут задавать при апдейте. на самом деле сильно задумываться об этом не будем. Это просто методы, которые будут нам автоматически устанавливать дату создания. Если мы обновим книгу, он автоматически задаст дату обновления книги. И давайте еще добавим пару аннотаций и пойдем дальше. Пока Артем добавляет аннотации, я хочу сказать, что вот я как человек, который тоже к джаве отношения пока не имеет, я смотрю на этот код и в принципе даже особо не знаю пока джавы, он читаем. То есть там обычные слова, наши тайтл, автор и вот эта вся история. Даже когда ты просто взглянешь на это, благодаря сейчас то, что Артем давал комментарии, в принципе уже понятно, что у нас тут за книги на нашей полке и по каким категориям они делятся и какие сущности и все-все. Даже смотря на этот код уже можно понять о чем идет речь. Это интересно. То есть джава достаточно читаем. Да, это в целом что отличает джава от многих языков. Может быть здесь кажется много слов, но на самом деле мы можем прочитать. Мы открыли книгу и мы знаем, что у книги есть тайтл, который текст, который автор, это стринг, это строка, это представление джава текста. Мы знаем, что у нас created date, это date, никаких нет подводных камней, все понятно, created date, это date, все, нет. И мы пришли, мы открыли книгу и мы видим все, что в ней и какой тип и какое значение. Соответственно, дальше для того, чтобы нам работать с книгой, нам нужно хранить это в базе данных. Давайте для этого создаем такой слой, называется репозиторий. репозиторий. И в репозитории мы создадим некий класс, который будет работать, будет проводником нашей книги в мир баз данных, скажем так. Для того, чтобы не путаться, мы так и назваем book-репозиторий. И здесь все очень просто. Все, что мы сделаем, мы воспользуемся магией sprint boot, sprint-data gpa, и мы заюзаем уже готовое решение от spring-data gpa. Видите, вот spring-framework, data-gpa, репозиторий, gpa-repozytory. По сути, я уже здесь, у меня все готовые решения для того, чтобы мне уметь делать с моей книгой все, что угодно. Я уже могу сохранять базу данных, я могу удалять, я могу получить одну, получить спай-айдишнику, я могу найти все. Если мы будем дальше проваливаться, я могу удалить книгу, обновить книгу, и так далее, и так далее. То есть уже фреймворк не из коробки, я по сути, я только, вот это вот слово extends, это расширение, либо в Java, это наследование. Я в своем классе, вот в этом интерфейсе, точнее сказать, я унаследовал все то, что умеют gpa-repozytory, это принцип наследования. То есть теперь я не написал ни строчки кода для репозитория, но при этом мой репозиторий унаследовал все, что сделали ребята из компании Spring и команды Spring и теперь, знаете, это когда удачно родился в богатой семье и по наследству достались миллионы. Все то же самое и здесь. Мы удачно унаследовали от какого-то класса Spring все его возможности, а он уже умеет делать все с базой данных. Все, мы теперь умеем обращаться с базой данных. Значит, что нам остается? А теперь нам остается создать какой-то слой, который будет давать, опишет бизнес-логику. То есть он возьмет нашу книгу и скажет, так, теперь ты вот бук-репозиторий положи эту книгу туда. И вся бизнес-логика у нас описывается в слое в папке Service. На самом деле это невыдуманное мною с головы название папок. Это достаточно распространенная иерархия каталогов на любом проекте Java. Они могут отличаться, могут быть больше, могут быть какие-то особенности конкретного проекта. Но на самом деле оно примерно так и будет везде. И тут мы создадим некий бук-сервис. У нас он будет называться бук-сервис и рядом создадим бук-репозиторий. Ой, бук-сервис имплементацию этого сервиса. Сейчас вам непонятно, но я специально сделал так, чтобы вам непонятно и вы держали в голове, почему я так сделал. А это принцип как раз-таки наследования. И я в своем бук-сервисе имплементирую свойства бук-сервиса. И я помечу здесь аннотации сервис. сервис, а также required arcs конструктор. Вот. Я буду, я здесь буду писать только методы, которые я хочу реализовать. А это, а здесь я буду реализовывать методы. Потому что бук-сервис я могу реализовать в бук-сервис и могу создать еще один класс, имплементировать тоже бук-сервис, но уже со своей логикой. При этом у меня бук-сервис будет выступать в роли контракта. И я говорю, что все, кто делает имплементацию этого сервиса, они обязаны определить все то, что я скажу в этом сервисе. Это некий контракт, с которым мы научимся работать и научимся выполнять. И давайте здесь мы завтоварим наш завтоварим наш бук-репозиторий, вот мне показывает книга, и определим некоторые get-all-books. еще есть, еще мы добавим сохранить книгу, что мне еще предложат. Давайте public void update update by id и здесь мы и последний метод у нас delete book и значит здесь у нас book-репозиторий delete by id, а здесь у нас мы достанем на самом деле мы не будем запариваться и мы да, короче. Артем, а что ты сейчас делаешь? Просто я тоже в нем наблюдаю и что-то уже потерялось. Сейчас, сейчас я все расскажу. Сейчас я писал какие-то стандартные методы, которые нам будут, которые мы хотим реализовать в нашей книжной полке. Значит, мы создали метод, который достанет все наши книги из книжной полки, мы создали метод, который сохранит новую книгу в нашу книжную полку, а также мы создали метод, который обновит книгу в книжной полке нам и удалит книгу по айдишнику. Вот, по сути, наши некоторые методы. Давайте посмотрим пару из них. Мы реализовали, и теперь мы умеем работать с нашими книгами. И давайте создадим последний наш пакет. Это, по сути, пакет-контроллер, который будет реализовывать наши эти сервисы и давать какой-то результат нашему API, который был вопрос такой. API – это то, что мы предоставим нашим фронтам, либо фронтенд-разработчикам, которые будут опираться на какой-то шаблон и знать, что мы ждем, какой формат, и отправлять нам те данные, которые мы ждем. Вот, у нас есть контроллер, который мы пометим, что это наш контроллер. Мы скажем, что обращаться по этому контроллеру мы можем. По URL, пусть будет Book. По URL. Поющий фронтам. И мы здесь будем использовать нашу бизнес-логику, которую мы написали в нашем book-сервисе. И давайте напишем пару методов, которые будут доставать наши. Мы напишем некий метод, который будет доставать все наши книги. Все наши книги будет доставать. Напишем сервис, который будет создавать нашу книгу. Это у нас постмаппинг. И давайте еще сделаем удалить книгу, и на этом хватит, потому что времени не так много. Извиняюсь, а вот эти аннотации, они из какой библиотеки? Я просто зашел только что по этому. А, да? Вот эти вот аннотации? Это спринговое все. Spring. Spring Web, если точнее. Так как у нас заканчивается время, я предлагаю пройтись по нашему уже получившемуся результату, просто объяснить, что мы сделали. Ну что, я вижу, что Артему очень интересно кодить. Простите, я думал, это будет быстрее. Я сейчас пройдусь еще раз. Я сейчас допишу последнюю строчку. Извините, Артем, после завершения у нас будет время задать вам вопросы? Конечно. Хорошо. Смотрите, поскольку, да, время бежит, к сожалению, к моему сожалению, я думал, чуть-чуть быстрее будет, но так хочется подробнее рассказать. Но то, что мы сделали, смотрите, мы сейчас описали полную модель. Это вот программа. У нас только не хватает подключения к базе данных. Ну, там какие-то там создания табличек. Но с точки зрения Java и написания Java мы описали полный процесс. Смотрите, вы открываете сайт. Допустим, localhost, там чего-то, чего-то. И, ну не localhost, короче, какой-то сайт. Google.com, да, это просто вы с головы взяли. Ну, само Google, не берите в расчет. Просто некий сайт, и вы берете слэш, да, слэш, бук, и вы попадете в этот метод. На этот запрос вы получите список всех книг, да. Дальше вы отправите, либо вы, когда вы на этот запрос отправите методом post mapping, либо метод post, это типа HTTP запроса, чему мы научимся на курсе. То мы отправим некую книгу, и мы ее сохраним. Когда мы... Простите, я исправлю, чтобы не мозолил у меня глаз. Ламка 1. 1. Вот, все, красота. И мы, когда отправим запрос, этот запрос пойдет по иерархии, прорывается в наш сервис, в наш сервис бизнес-логики. Этот сервис, в свою очередь, пойдет в наш репозиторий, который вот здесь описан, и здесь существующим методом сохранит базу данных. Это правильный алгоритм работы. Наш вот этот контроллер ничего не должен знать про наш репозиторий. Он должен работать только с бизнес-логикой. Он идет в бизнес-логику. Бизнес-логика должна работать, уметь с репозиториями. Бизнес-логика идет в репозиторий, совершает какие-то действия, сохраняет книгу, получает книгу. Дальше мы какую-то книгу хотим удалить. Мы просто book, можем так вот, чтобы для удобства, book, слэш, ну, прямо в сайте, в строчке, где вы пишете название сайта, название сайта, слэш, book, слэш, ID книги, и он удалит книгу из базы данных по этому ID-шнику. Это что называется API, которую мы предоставляем для фронтов. Соответственно, эти могут пользоваться сайты, эти могут пользоваться мобильные приложения. Допустим, вы хотите создать какое-то мобильное приложение на iOS, либо под Android и так далее. Все то же самое. Ваше мобильное приложение пойдет по этому пути и будет выполнять те же действия по определенным, скажем так, примерам запросов, примерам ответов и так далее. Это то, это вот полноценная рабочая программа. Вот. Я надеюсь, вам понравилось так же, как нравится это мне. А можете еще раз вкратце повторить то же самое? Немножко прослушал. Так, ну ты ж будь внимательнее. Хорошо, да, без проблем. Смотрите, мы начинаем нашу программу из того, что мы описываем какие-то наши сущности. Мы в данном случае хотим работать с книгой. Значит, мы описываем полное состояние книги. У книги есть название, автор, какие-то жанры. Мы выносим повторяющиеся значения, либо какие-то списки, которые будут справедливы для многих книг. Там десятки, сотен тысяч книг, а жанры всегда одинаковые. Авторы могут быть, ну, в теории всегда разные. Но при жанре они всегда есть ограниченный какой-то список. Пусть он даже большой, но он ограниченный, он не бесконечный. Значит, такие вещи мы выносим в ЕНАМ-списке, либо в ЕНАМ-списке, где мы перечисляем все возможные варианты, в данном случае жанра, через запятую. Тут еще очень много разных возможностей работать с ЕНАМ-списками и так далее. Но это то, что мы делаем для однотипных названий, значений, переменных и так далее. Мы их выносим в ЕНАМ-списке для того, чтобы их использовать, не создавая каких-то дублей, не писать их много-много раз одинаково. Значит, мы создали еще пару полей, таких как время, дата создания книги, дата обновления книги, потому что вы, допустим, добавили в свою библиотеку книгу там какого-то числа. Ну, допустим, у вас будет здесь еще какое-то поле, private big decimal price. Это значит, у вас книжная полка, и вы там еще можете продавать. Очевидно же, что у вашей книги price не всегда будет одинаковый. Соответственно, вы можете в какой-то период времени обновить price. И для того, чтобы вы понимали, когда вы обновили price, добавляете поле, когда это обновлено, и это все прекрасно работает. Все отлично. Мы создали нашу сущность. Мы сказали, что наша таблица будет называться books, и мы хотим, чтобы вот эта сущность хранилась в таблице books. Соответственно, сама по себе вот эта сущность ничего не умеет работать с базой данных. Для этого нам нужен такой класс репозиторий. Здесь мы описываем, в данном случае мы просто используем, мы унаследовали от спринга все его методы для работы с репозиторием, но также мы здесь можем описывать свои какие-то уникальные методы для работы, либо какие-то специфические скрипты, запросы можем выполнять в репозитории и работать с базой данных. Собственно, этому мы тоже, конечно, будем учиться и научимся, и будем делать это уверенно. Мы создали наш слой, который умеет работать с базой данных. Но этот слой не может существовать сам по себе. Нам нужна какая-то бизнес-логика. То есть нужен тот сервис, который умеет выполнять какие-то расчеты, умеет работать с репозиторием и делать какие-то вещи. Допустим, здесь мы не только можем взять какие-то книги, но мы здесь можем описать какие-то условия. Допустим, достань все книги, но если прайс там какой-то такой, то не отдавай ее в результате. Либо если у нас книга неактивная, допустим, мы захотим поставить статусы нашим книгам, и есть активные, неактивные, но мы не хотим, чтобы еще в нашей книжной полке видели книги, мы ее добавили, но она как бы превью, не хотим. И мы, соответственно, не хотим показывать их. Значит, мы можем здесь также в бизнес-логике обрабатывать такие ситуации. Мы не можем что-то показывать, что-то не показывать. В классе сервис, во всех сервисных классах описывается любая бизнес-логика и любые расчеты производятся здесь. И самое последнее, или самое первое, с чего начинается обращение к нашей программе, это контроллер. Это та точка входа, когда фронт-энд, либо UI, какое-то либо мобильное приложение, либо веб-сайт идет в наше приложение, он попадает через эту точку, и он приходит с каким-то набором данных, чтобы на какой-то определенный запрос и с определенным типом HTTP запроса и говорит, что я пришел сюда, и я хочу сохранить вот эту книгу. Вот у меня есть эта книга, положи ее. Я не знаю, что ты будешь делать, вот на тебе делай, что хочешь. Соответственно, сам контроллер ничего с этим делать не может и не должен мочь, потому что контроллер делегирует эту ответственность нашему сервису, где, собственно, и описана вся бизнес-логика. Вот это то, как строится приложение на Java. И у меня в целом все. Можно посмотреть, что получилось из этого? То, что мы делали, готовый продукт, как называется? Что имеешь в виду, готовый продукт, как называется? Я не знаю, Марина, позволишь еще пару минут украсть? Да, но мы не доделали. Мы не доделали это приложение, потому что уже не было времени. Но давайте, пока Артем будет доделывать, я тогда отвечу на вопросы в чате. Сейчас, секундочку. Я тогда кое-что покопирую, чтобы нам не терять время, и я быстренько накидаю, пока вы сидите, и мы запустимся. Окей? Я тогда не буду сильно много объяснять, что я тут делаю. Пока мы... Да, давай просто подоточать, ты будешь накидывать, а потом покажешь конечный результат. Окей. Значит, здесь есть вопрос от Валерии. Первое. Насколько надо владеть данной тематикой, если человек ноль в программировании, вижу, что люди задают вопрос, уже имеют хорошее знание. Окей. Смотрите, кодинг – это всегда такой момент, который служит определенным фильтром. Да, потому что мы не хотим романтизировать идею о том, что вы сейчас пришли на курс, и бац-бац, вы уже айтишник, работаете из дома, и все у вас так круто, классно, там классная зарплата, классные плюшки от компании, все. Да, то есть мы хотим вам показать реальность, с чем вы будете работать. Но не надо пугаться в плане того, что я не поняла с первого урока, все, значит, это не мое, потому что сейчас мы идем с вами галопом по Европам. У нас с вами не было перед этим какой-то теоретической хорошей базы, как у нас идет на курсе, да, мы сразу вас не кидаем в море, не говорим «плыви», давай, пиши код и пойми все это сам. Нет, мы обязательно сначала даем теоретическую базу, учим синтакси языка, и только потом мы приступаем вот к такому кодингу. Сегодня мы показываем кодинг просто, чтобы вы понимали, с чем вы работаете, с чем работает Java Developer, как все это выглядит изнутри, чтобы у вас было реалистичное представление, а не романтизированное. Поэтому если вы сегодня не все поняли, это окей, потому что как бы галопом по Европам, а на курсе мы как бы больше уделяем внимания, времени и базе подготовительной. Помогаете ли вы в поиске работы? Окей, а значит, что мы делаем? Мы как школа, мы как школа программирования непосредственно трудоустройством не занимаемся, потому что мы школа. Но так как наша цель ваш оффер, мы после обучения, во-первых, мы в рамках обучения даем практические навыки, то есть у нас нет как в институте, там куча воды, теории и прочее, мы отсекли всю воду, даем практическую базу хорошую. После вы подключаетесь на проект, вы стажируетесь, вы получаете реальный опыт работы, потом этот опыт работы мы вам подтверждаем на бэкграунд-чек. Все, что вы делали на проекте, это все ваши реальные кейсы. Какие шансы получить позиция джуниор? Так как вы выйдете на рынок с опытом работы, вы можете плавиться как на джуниор позиции, так и на мидл. Рынок перенасыщен. Как раз вчера мы это подробно обсудили, тему про рынок. Если каратенечко еще раз, то откуда есть мысль, что рынок перенасыщен? Когда периодически в рынок IT, во-первых, любую хорошую работу получить, в хорошей компании получить сложно, будь то маркетолог, будь то HR-специалист, тоже можно сказать, там рынок тоже перенасыщен. Но это не рынок перенасыщен, это просто хорошую работу всегда получить тяжело, потому что надо быть хорошим специалистом. Как бы первое. Второе. IT-рынок, он периодически перенасыщен. Почему? Выделяются, распускаются отделы, потому что эти отделы были собраны под выполнение определенных задач. Люди подписывали контракт на определенный срок. Задача выполнена, срок контракта исчек, люди вышли на рынок труда опять. И вот эти моменты, когда на рынке горит красный свет, потому что специалисты вышли на рынок труда, называется рынок перенасыщен. Но потом рынок стабилизируется. Все эти специалисты расходятся по своим офферам, и опять выделяется новое финансирование, формируются новые отделы, и опять на рынке зеленый свет для таких, как наши студенты. Мы эти тенденции на рынке отслеживаем и говорим, ребята, вот сейчас давайте начинать и плаяться, да, и так далее. Просто вы зайдите на LinkedIn, на Glassdoor, я не знаю, на какие-нибудь еще платформы, и посмотрите, сколько вакансий каждый день публикуются. Специалисты IT нужны. Просто надо знать правильный алгоритм действий по выходу на рынок труда, чтобы это было эффективно. Мы этому учим. Если год искать работу, можно все забыть. Значит, что мы с вами делаем? Когда мы с вами ищем работу, мы параллельно стажируемся на проекте, то есть чтобы ничего не забыть, как раз таки, и более того, чтобы лучше и лучше себя подготовить. Поэтому не надо там закончил курс и пошел на рынок. Идите стажироваться, и во время стажировки, когда уже начинаете чувствовать себя уверенно, выходите на рынок труда, эплайтесь, проходите собеседование, но параллельно оставайтесь в стажировке и нарабатывайте свои практические знания. Сколько в день часов нужно уделять учебе? Отлично. Уроки три раза в неделю, некоторые уроки час, некоторые уроки два часа, плюс домашние задания. Также надо дать себе два-три часа, два-три часа данного выполнения домашних заданий. Получается, в неделю около десяти часов, в неделю около десяти часов нужно выделять на учебу. Все наши студенты, это взрослые, вот первая группа, которая учится, которая уже заканчивает, это все люди, у которых есть работа, у которых есть семья, дети, они совмещают. Даже если вдруг что-то случится, вы будете переезжать, болеть или что-то такое, всегда можно повторно онлайн с новой группой прийти и пройти курс. То есть вы ничего не теряете, все доступы бессрочные. Какую ЗП можно ожидать? Минимум, среднее, максимум. У нас будет слайд чуть позже об этом. Вы увидите на слайде. 5 тысяч долларов? Нет, точно нет. Ну, зарплата не 5 тысяч долларов. Какая цена курса? Тоже сейчас, когда мы закончим с кодом, откроем слайды, там будет QR-код для того, чтобы вы могли забронировать себе выгодную цену. Сколько в группе человек? До 10 человек в группе. Мы, у нас ограниченное количество мест в новый поток. И это всегда до 10 человек. Пока что половина группы уже набрана, половина мест еще остается. Поэтому, пожалуйста, торопитесь. Вот тут Роман отвечает тоже в чате, отвечает так хорошо, что просто помогает мне в моей же работе. Спасибо. Артем, улыбнитесь, вам пишет. Да-да-да, улыбаюсь, улыбаюсь. Простите, я сейчас ведомочную хочу максимально быстро. Ага, у тебя, как это называется, когда бегают на дистанции? У тебя забег сейчас. Так, Насташ, сколько месяцев напишите? Зачем сколько месяцев? Давайте сколько лет обсуждать, потому что система не работает так, что вы приходите и говорите, смотрите, я только что закончил курс, я был на курсе отличником, возьмите меня к себе на работу. Нет, ребят, потому что... Будь здоров, Олег. Извините, я думал, что я... Эй, сори. Нет, все отлично. Все отлично. Все прекрасно. Я извиняюсь, я думал, что я на мюте, сори. Ты как раз зачихнул мою, собственно говоря, мысль, да, о том, что это прекрасно, да, но так рынок не работает. Даже HR-рекрутеры, они ставят определенный фильтр, когда по откликам резюме, что когда просматривают, ставят определенный фильтр, там типа двух лет опыт, ну, такие фильтры. Поэтому если вы поставите несколько месяцев, ваше резюме даже не увидит. А все-таки надо дать себе шанс попасть на собеседование и пройти его. Поэтому опыт работы месяцами не ограничивается. Подскажите, пожалуйста, стажировка. Да, давай, привет. Привет. Я хочу уточнить, если вы предоставляете реальную стажировку на реальном проекте, насколько это занимает времени? Ну, то есть, допустим, если я работаю, как я смогу успевать? Спасибо, отличный вопрос. Так, мы работаем на… Вообще в мире IT есть такой… Все работают по agile. Agile – это гибкая система, работа выстроена двухнедельными спринтами. То есть часто требования к приложению, требования к проекту, они меняются, поэтому на долгий срок вперед планировать нельзя. Все по ходу быстро меняется, поэтому планируют задачи на две недели вперед. И это называется вот этот двухнедельный промежуток, называется спринт. Мы тоже работаем по agile, мы работаем двухнедельными спринтами. Поэтому есть определенная методология, скрам называется, как по ней организовывается командная работа. То есть как организовывается командная работа у нас на проекте и в любом американском проекте. Кстати, это тоже вот ваш опыт, потом вы будете про это рассказывать. У нас на проекте было вот так, вот так. Мы взаимодействовали с командой, вот так и так. Но не суть. Значит, мы работаем двухнедельными спринтами по скраму, по agile, по красоте. И в начале этого спринта двухнедельного у вас идет спринт-пленнинг. С вами встречается PM, project manager, и выкатывает определенный скоуп задач на эти две недели. То есть на эти две недели, вот наш объем задач. И это тикеты, таски. И вы сами себе определяете, вы идете, смотрите все эти таски и определяете, сколько на этом спринте вы готовы работать. Вы можете себе взять один тикет и две недели его колупать. Можете быть активнее и за один спринт выполнить несколько тикетов. Также тикеты, они оцениваются сроком по времени. То есть это называется story point. Каждый тикет получает сколько-то story point. И в зависимости от этих story point он оценивается, типа это тикет на один день или на четыре дня. Это сложность. То есть вы можете себе взять тикет, где меньше story point, который полегче, побыстрее сделать. Можете взять себе тикет, где больше story point, чтобы больше поковыряться, загрузиться. Поэтому вы сами определяете загрузку, насколько сложный таск вы будете делать и как долго вы его собираетесь делать. Работаете над тикетами в любое удобное время. То есть нет такого, что в 9 утра сели, до 5 вечера будете добрать, сидеть, отработать. В мире IT вообще такого нет. Есть как бы объем задач и срок выполнения. А когда уже ты там над ними работаешь, это твое дело абсолютно. Просто у нас есть также daily митинги с PM. Это ежедневные небольшие встречи, буквально по 15 минут, когда вы даете свой апдейт, что я работаю, таск типа в работе, он не завис, все окей. Если у вас какие-то вопросы, тоже можно шарить экран на этих daily митингах, показывать, вам помогут разобраться. Но в целом вы работаете в любое удобное время. Если вы не можете подключиться на daily к PM, вы можете написать ему свой апдейт в чат, в личку, сказать, что я не могу подключиться, но у меня все хорошо, я работаю над таском, потому что проект-менеджер должен следить за тем, чтобы вся команда работала, как бы не сидела. Так вот, если я ответила на вопрос? Да, спасибо. Будет ли возможность после окончания курса обратиться к кому-то из специалистов с дополнительными вопросами, какое-то сопровождение? Да, конечно. Я посмотрела уже ваш менеджер, Лилия. Я уже передала ей то, что у вас есть вопрос, и она с вами завтра свяжется. Или вы что-то другое хотели спросить? Нет, я просто хотела уточнить, есть ли какая-то поддержка после окончания курса, чтобы... А, после курса. Да, после курса есть, естественно, как я говорю, все наши доступы бессрочные, все чаты с преподавателями, все доступы на онлайн-уроки, поэтому все менторы, которые у вас на стажировке, они как бы остаются в вашем распоряжении, в любой момент можете писать, и подключаться на факультативы, и задавать вопросы, 100%, конечно. Можно спросить, пожалуйста, ну, так как сейчас не самое хорошее время для айтишников, какой процент находит работу, и какой процент не находит? Ну, скажем, из 10 человек сколько, ну, примерно. Можно я отвечу на этот вопрос, как... Давай. Я скажу так. Нет такой статистики точной, и сложно сказать, и возможно, кто-то скажет, сейчас там какая-то проблема для айти, и так далее, но на самом деле тут всегда играет роль личный фактор, потому что за весь опыт мой преподавания, там более шести групп полноценно от нуля до конца, у меня были группы, где трудоустройство было 100% во время ковида, да, потому что настолько замотивированных и заинтересованных людей сложно было себе представить. У меня было 14 человек в группе, они все 14 сегодня работают, это мои коллеги там в разных компаниях. Были ребята, которые, кажется, самое благоприятное время, вообще рынок айти, не знаю, настолько горячий, что вот просто заходи там с любым багажом, и выхлоп был там 40, 50, 60% с группы. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, сколько из 10 человек действительно находит работу. я знаю точно, что если кто-то действительно чего-то хочет, то это будет, и независимо, какое время. Дорогу осилит идущий, первое. Второе, как правильно Артем заметил, это мотивация, потому что там говорят, рынок айти, рынок айти, но из всех тех, кто не может найти работу, очень часто надо просто спросить, а почему? А сколько резюме в день ты отсылаешь? Как вообще спросить, иногда даже у человека по софт-скиллам его немножко погонять, и ты поймешь, что там оказывается, как бы человек просто не может сам себя продать на интервью, представить себя как у грамотного специалиста. У кого-то резюме кривое, и поэтому он отсылает, а выхлопа нет, потому что надо просто подредактировать резюме. У кого-то LinkedIn мертвый, то есть тут, если чуть-чуть глубже копнуть, то сразу вылазит причина, что оказывается причина не в рынке, оказывается причина в том, что это алгоритм действий, последовательность шагов. Если на каком-то шаге у тебя как бы косяк, то все следующее рушится, и просто надо грамотно выявить, продиагностировать, где косяк. И этим мы с вами занимаемся на модуле интервью-практик, где мы вам даем пошагово алгоритм действий, и если вы на каждом шаге все правильно делаете, то в результате будет оффер. Если что-то не получается, мы анализируем, смотрим ваше резюме, ваш LinkedIn, как вы апплаетесь, и так далее. Тренируем mock-интервью, смотрим, как вы отвечаете на behavior questions. Ответил на вопрос? Да, Ванерия, слушаю. Еще вопрос. Стажировка, когда начинается, на каком языке проект происходит? Как я говорила, у нас обучение на русском, практика на английском. То есть после того, как вы всему научились на русском языке, на стажировке вы уже все делаете на английском языке. Ну, в принципе, в смысле на английском. Ну, как бы код вы пишете на Java. Ну, то есть это не английский, не русский, это Java. Тикеты вы делаете на Java. Сами таски, они на английском языке, которые вы берете. Общение в команде тоже стараемся делать на английском языке. Когда вы даете свой update project manager, вы объясняете на английском языке. Мы стараемся так делать. Есть студенты, кто в некоторый момент объясняет на русском, который особенно сложно, но тем не менее за основной язык на стажировке мы берем, стараемся брать английский. Потому что, да, вам же в США работать. Окей. Тут еще в чате Ирина спросила, подскажите, пожалуйста, платная ли стажировка. Смотрите, Ирина, стажировка в рамках, если вы берете курс Java Developer, то стажировка уже входит в курс, так же, как и interview practice. Есть студенты, кто заканчивал курсы или буткэмпы других школ, где не было стажировки, где не было реальной практики в проекте, и тогда они приходят к нам на проект, отдельно его берут, только стажировку, и в таком случае она платная, если вы после другой школы. Сколько месяцев напишите на стаж? Ну, почему месяцев? Я говорю же, месяцами не ограничиваемся. Сколько будем практиковаться на реальном проекте? Бессрочный доступ. Обычно ребята стажируют столько, пока не получат оффер. В среднем каждые 4-5 месяцев, давайте я буду с вами откровенной, 4-5 месяцев обновляется команда полностью. То есть старенькие разошлись по офферам, пришли новенькие. Никто не родился программистом, не волнуйтесь, 100%, ребят. И вот этот синдром отличника, он меня тоже часто удивляет. То есть человек первый раз, сегодня вот кто-то второй день на уроке по Java, и расстраивается, что ой, я не все понял. Ну, естественно, ты второй раз Java в глаза видишь. Ну, конечно, это нормально, просто вопрос в том сегодня. Сегодня вопрос не в том, все ли вы поняли, и можете ли вы самостоятельно сейчас написать приложение, которое написал Артем. Да, давайте-ка. Что это? Вот, нет, нет, это вопрос не про это, вопрос про то, было ли вам интересно. То есть, да, я что-то не поняла, но интересно ли мне в этом разобраться, загрязывается ли у меня вот этот вот ажиотаж. Так, так, что тут Артем сделал, я тоже хочу это понять, я хочу разобраться, я хочу пойти задать вопросы и сделать то же самое. Вот такое чувство, вот такое чувство у вас возникает или нет? Или вы видите все это, думаете, господи, как это мне не интересно. Ну, капец. Вот, вот, надо разобраться, что вы чувствуете. Первое или второе. Потому что мы с нашей стороны тоже проводим такие уроки, чтобы, ну, как бы, нам же вас потом учить еще полгода, вы потом еще к нам на стажировку придете, и нам надо еще, чтобы вы потом работу получили, и вам еще на этой работе потом работать. Поэтому здесь достаточно такой ответственный момент, надо сделать правильный выбор. поэтому мы вам показываем внутрянку, чтобы вы, опять же, да, не с романтизированными мечтами, что, ой, сейчас тут будет легко и просто. Легко и просто не будет, но если вы готовы учиться, уделять время, задавать вопросы, делать домашние задания, мы, со своей стороны, готовы вам помогать во всем, во всем. Повторное прохождение онлайн с новой группой бесплатно, пожалуйста, безграничный доступ, бессрочный, пожалуйста, факультативы для разбора домашних заданий, индивидуальная проверка домашних заданий, вопросы в чат общий, вопросы преподавателю, обратная связь, пожалуйста, только учитесь, только достигните своей цели. Где учился Артем? Какой вопрос? Артем? Я учился еще в Беларуси много лет назад, в Университет информатики и радиоэлектроники учился на специализацию, получил инженер-программист, а есть конкретные информационные системы и технологии в экономике. Спасибо. У тебя был красный диплом? У меня? Нормально. Значит, Василий пишет, когда появляется junior developer позиция в LinkedIn, 200-300 заявок в течение двух часов. Да, на junior позиции конкуренция больше, чем на midlife, друзья, поэтому идем по менее протоптанной дорожке, идем и плавимся на midlife. Окей, можно узнать стоимость курса. божечки, столько раз задали вопрос, но мы вам обещаем показать этот слайд с QR-кодом для бронирования цены, честно-честно, только дайте нам запустить приложение и показать, как оно работает. Хорошо? Не отключайтесь, пожалуйста, этот слайд с ценой будет. Простите, пожалуйста, какая цена платной стажировочки? Спасибо. Да, смотрите, стоимость стажировки 2,5 тысячи долларов. Что туда входит? Несколько проектов, бэкграунд чек и супер-классная команда пасов. И, как я сказала... Это если отдельно брать стажировку, 2,5 тысячи долларов. Да, если вы берете только стажировку, но давайте сделаем... Не ограничить, ну, 3 месяца и больше, да, можно там быть. Конечно. Да, безгранично. Можете стажироваться, пока вам мы нужны, мы с вами. Но такой момент, то, что на стажировке мы не обучаем. То есть вы уже должны прийти и уметь делать все то, что сегодня делал Артем. Единственное, что на стажировке происходит, это, так как это еще вы не пошли на работу, да, у вас есть возможность косячить, спросить. Если вы зависли с таском, поширить экран, да, ментор вам подскажет, поможет двинуться дальше. Но с нуля какие-то вещи объяснять на стажировке мы не объясняем. Поэтому, как бы, такой момент, да. Окей, спасибо. То есть мы вам поможем. Можно вопрос? Да, конечно. А background check, это вы имеете в виду, что мы можем в резюме указывать, что мы работали, допустим, на вас, и как будто у нас уже есть опыт, да? Почему как будто у вас есть опыт, вы же работали в этом проекте с командой, вы выполняли реальные таски, да, у вас есть опыт. Смотрите, у нас... Три года. Да, да, у нас есть... Да, это так работает система изнутри, так все делают. Если вы хотите дать себе шанс пройти собеседование, хоть вообще начать, чтобы эта воронка закрутилась, мы указываем три года, иначе... Да, никто на роботу не возьмет. Никто вам не позвонит, вас... Никто вас не увидит и не услышит, мир вас не увидит, просто. Вы будете рассылаться в пустоту. Поэтому, да, мы указываем три года. Но, смотрите, как я говорила на одном из вебинаров, вчера... Нет, на другом, ну, не суть. На YouTube-канале там тоже есть мои вебинары, пожалуйста, приходите, послушайте, очень интересно. Не суть, я сейчас повторю. Про страхи, это был вебинар про страхи, кому не надо идти в IT на YouTube, можете посмотреть вебинар, кому не надо идти в IT, там как раз мы про это говорили. То, что... Три года. У нас есть несколько проектов, вы можете участвовать во всех. То есть, в рамках... Вообще, если вы у нас стажируетесь, то все наши проекты, они ваши, пожалуйста, приходите, стажируйтесь. И объем задач, он достаточно обширный. То есть, если вы работаете в какой-то крупной корпорации, то вы работаете в отделе-подотдела, и у вас достаточно узкое направление. То есть, есть какая-то фича, подфича, и вот вы делаете только ее. Весь проект целиком вы не видите. Поэтому и кейсов у вас не так много. Работа достаточно однообразная. Чаще всего, чаще всего. Классный опыт работы вы получаете в стартапах. Поэтому сотрудник, который вышел из большой корпорации, типа Apple, например, или SpaceX, ну, условно, да, и сотрудник, который вышел из стартапа, вот у стартапа, у сотрудника будет гораздо больше кейсов и опыта, и взаимодействия с разными инструментами, чем у человека из корпорации. Вот. Поэтому корпорация это классная строчка для резюме, яркая. Да, поэтому если вы получите оффер в какой-нибудь JP Morgan или еще куда-то, пожалуйста, берите его. Да, но стартап дает гораздо больше опыта. Поэтому мы тоже даем гораздо больше опыта. У нас много разных задач, только бери и делай. И вам будет что рассказать на собеседовании про свой последний проект. А на собеседованиях не спрашивают за ваши три года опыта работы, вот по дням расскажи, что ты делал, где. Это не спрашивают, спрашивают про последний проект. А про последний проект вам будет что рассказать, если вы активно участвовали в стажировке, если вы пришли и один таск, целый спринт, целые две недели делали, ну тут уже это ваша ответственность. Но мы всегда призываем, особенно когда вы уже близки к рынку труда, когда вы уже смотрите в сторону выхода на рынок труда, то уже активнее участвовать в стажировке, чтобы на рынке показать себя востребованным, грамотным специалистом. Могу я сказать одну вещь на 30 секунд? Конечно, конечно. Я нахожусь в США, у меня есть знакомый, он не друг, но знакомый, который IT-директор крупной банковской сети в США. Я у него спросил, как мне такому вот нубу или ламберу, новичку, короче, получить работу в них. И он ответил следующее. Мне всё равно, кто ты, как зовут, сколько ты работал. Мы пишем в резюме, что нам нужен опыт работы два или три года, но не потому, что нам нужно ваше твое время два-три года. Мы просто знаем, что человек, который отработал два-три года, лучше пишет код. Мы выставим на интернет несколько заданий с адресом имейла, чтобы все, кто желает, нам бросили свои примеры решений. И те, чей код понравится, мы пригласим к себе подойдём к доске, дадим в руку маркер. У человека не будет ни в руках, ни мобильного телефона, ни ноутбука, ничего. Там он нам покажет, чего он стоит и всё такое. Нам всё равно, сколько он времени работал. Но главное, мы не ищем на 100% готового работника, потому что мы знаем по статистике, что около двух лет уйдёт после того, как мы наймём человека, чтобы он начал работать и показывать качества, который мы от него ожидаем. Спасибо. Я хочу записать ваши слова и выложить отдельным роликом. Спасибо большое за то, что зачитали ответ вашего друга. Артём, что скажешь? Я соглашусь на 85-90%. Это так. Но, опять же, есть всегда процент. Насколько рынок IT звучит однообразным, стоит понимать, насколько похожи проекты везде. И в Европе, и в США нет абсолютно никакой разницы. Но в то же время, насколько бывают разные проекты, просто исходя из идеологии конкретной компании. Особенно это касается крупных организаций, как было упомянуто JP Morgan Chase Bank, крутая компания, да. Но по определённым причинам я там даже и не рассматриваю определённые вакансии, хотя предложений очень сильно много, хотя бы потому, что у меня очень большой опыт в банковской... С JP Morgan все начинают. Все начинают, но я же не начинаю. Ну да, ты просто не начинаешь. Вот в чём разница. И тут большой плюс, что в действительности очень классно попасть в какой-то стартап или в продукт какой-то. Может, даже это не стартап, но продуктовая компания, возможно, она неизвестна. Возможно, нельзя будет сказать, а я работаю в Амазоне, а я в Google, а я там в Oracle. Да, это абсолютно и не важно. Есть куча классных, интересных проектов, высокооплачиваемых проектов, и когда скажешь, где ты работаешь, это никому ничего не скажет, кроме тебя. И главное, будешь получать удовольствие конкретно от этого. И требования разнятся от компании к компании. Где-то там 10 лет опыта must have, а где-то реально ищут человека опыт на третьем месте, на первом месте, как ни странно, soft skill, потом hard skill, и это все вместе идет. А потом уже смотришь, что ты вместе стоишь всего, вместе со своим опытом и со всем остальным. Вот, поэтому не стоит принимать однозначно даже те вакансии, где требуется кто-то на позицию 5-7 лет, я скажу больше. И есть случаи, мои студенты плавились после курсов на вакансии, где 3-4 года надо опыта и получали оффер. Удивительно. Но ничего удивительного нет. В вакансиях это нормальная практика, когда требования чуть-чуть завышаются. Они ищут золотую рыбку. Да, технологии завышаются. Иногда так смешно читать, когда расписано у нас на проектах, мы используем и там 3 миллиона разных инструментариев, фреймворков и всего остального, приходишь на них, они там сидят, один фреймворк, там Java и там Legacy Code, всё, как будто бы так. Мы, кстати, да, мы об этом говорим на интервью практик, ребята, эти все хитрости, которые мы уже тут начали в прямом эфире рассказывать, мы, ну, это окей, классно, да, вот видите, вы нас послушаете, очень много таких нюансов в вакансиях, мы учим вас не бояться и плаяться. По поводу ещё вот этого кодинг-мышления, то, что вам дают фломастеры, пиши на доске код, мы это натренировываем, у нас есть, кроме интервью практик по софтскиллам, техническая часть собеседования, которую мы готовим, и как раз-таки на технической части мы вас натаскиваем по решению задач, по кодингу, мы настраиваем, кроме практических навыков, то, чего вам надо, да, мы настраиваем вам мышление программиста, поэтому, да, да, именно умение кодить, решать задачи, оно очень важно. на технической части. На самих курсах мы будем не просто, знаете, научить писать какой-то код, и, знаете, написали какие-то команды, и у нас что-то вышло, мы научимся, на самом деле, разбираться и понимать то, что мы пишем, вот, ну, понимать, что мы делаем, и нам не будет страшно, если нам скажут маркером написать, а на самом деле, когда просят маркером на доске написать, это часто псевдокод, никто там не ждет, что ты по буквам все точно, на сто процентов напишешь, главное, твой ход мысли и понимать, что ты делаешь, что ты говоришь и что ты делаешь, и ты знаешь, что ты делаешь. Это вот самое важное, и чему мы будем учиться на курсах наших. А сейчас у меня все получилось. Показать, чем мы занимались здесь. Да, у меня там кое-какие с индексацией были, это периодически бывает, если несколько проектов открыто, бывает, не хочет чего-то индексироваться. Но у меня есть такая программка, называется Postman, это, скажем так, симулятор запросов от, либо от браузера, либо от мобильного устройства, либо от какого-то другого UI клиента. И мы запустили наша... А как называется? Программа Postman называется. Ну, их программ много, но такая самая распространенная, и все мои коллеги, я, и много кто еще использует ее вот именно для проверки запросов, ответов и так далее. Мы запустили наше приложение. Наше приложение запустилось на порту 8035, и поскольку я делаю это на компьютере, это Localhost. IP Localhost у каждого на компьютере абсолютно одинаково. Если вы захотите чего-то запустить у себя на компьютере, вы можете написать либо Localhost, либо IP-шник 127.0.0.1 и указываем наш порт, на котором наше запущено приложение. И помните, я вам говорил такую вещь, что когда мы введем наш домен, а здесь, если бы мы пользовались сайтом, вместо всего этого был бы домен. Допустим, artem.com и slashbook. Вот slashbook это как раз таки вот этот slashbook, который мы здесь указали. То есть, мы хотим обратиться к конкретно книге. У нас будет много контроллеров, будет slashbook, slash еще чего-то, еще чего-то, и мы будем точно так же обращаться. По сути, это та же URL. URL это, скажем так, direction к той директории, которую мы хочем просмотреть. И вот, мы выбираем get-запрос, а у нас на get-запросе получить все книги. Я вот специально парочку книг добавил. Вот, мы пошли на сервер, пошли вот в базу данных. Я добавил базу данных. База данных выглядит таким образом. Это, по сути, табличка, как в Excel, и у нас есть книги, которые мы добавили сюда. Видите, это просто база данных. Но наша программа умеет работать с базой данных, и мы в ответ получили список наших книг. Это то, что потом либо мобильное устройство, либо веб-браузер будет отрисовать так, как ему надо. Он возьмет по ключевым словам вот эти вот значения и отрисует так, как ему надо, либо в табличке на сайте, либо в каком-то списке в мобильном телефоне. Так мы получили все книги. Следующий запрос у нас пост-запрос. Здесь мы добавляем наши книги в нашу базу данных. Давайте, для примера, добавим какую-то книгу, я не знаю, предложение какое-то, какая книга. Пусть это будет книга по Java. Пусть будет разработчик тоже Java. И это у нас не фантазия, это у нас драма, поэтому это у нас новелл. И стоит, поскольку она бесценная, пусть она стоит 10 тысяч и 99 центов. Все. И мы сохраняем нашу книгу. И что произойдет, когда мы вернемся на наш предыдущий запрос и попросим все наши книги в нашей библиотеке или в нашем Bookshelf. Видим мы три книги, которые я добавил, и видим, что появилась еще одна книга, которую мы добавили только что. Если мы пойдем в базу данных и попробуем обновить ее, мы видим, что в базу данных успешно сохранилась такая книга. Но, допустим, мы поняли, что книги Донцовой это вообще не для нас. И мы не хотим даже людям предлагать, потому что это очень сильно плохо. И мы знаем, что ID-шник книги 2. Давайте пойдем на запрос еще один. Это у нас запрос тот же Book. Метод у нас Delete. Это HTTP метод и передадим ID-шник 2. Так, чего-то у нас сломалось. А чего сломалось? Так. Сломалось. Уже к концу дня. не хочет думать голова. Нет. Сейчас запустится предложение. Попробуем удалить GetMapping. Request. ой, ну конечно. Вот я. Это же у нас Pass variable. Вернем Delete. Прошу прощения. Невнимательность. Такое бывает. Мы все люди, даже опытные. все. Приложение запустилось. Приложение Возвращаемся сюда. Метод Delete. Пробуем удалить. Все. Выполнено успешно. Статус 200 ок. Возвращаемся в список наших книг. Пробуем получить книги. И что мы видим? У нас есть книга 1, 3 и 4. И соответственно книга Донцовой никому не нужная, не интересная пропала. Также она пропала из базы данных. Это полноценное приложение. Называется CRUT предложение. CRUT расшифровывается Create, Read, Update, Delete. Это то, что мы с вами сегодня сделали. И еще в конце оставлю пару слайдов. Вот. Да. Тут с зарплатой. Да. Это примерные зарплаты с тем, на что можно рассчитывать. Это все усредненно. Конечно, что есть сегодня на рынке в США. Понятно, все зависит от штата, все зависит от конкретной компании, от конкретного оффера и так далее. Но приблизительные усредненные цифры такие. И у меня на сегодня все. Если есть еще какие-то вопросы, буквально пару минут, мы можем еще... Да, правильно, постман. Кто написал тут постман? все. Марина? Так, да, вот, наконец-то, наш долгожданный слайд с акцией. Пожалуйста, смотрите, здесь для всех данная цена, на сайте такой цены нет. И данная цена, которая сейчас есть на слайде, она только для участников вебинара, только на сегодняшний день. Ну, давайте скажем так, что раз у нас впереди выходные, давайте скажем, что у вас есть суббота-воскресенье тоже для того, чтобы решить оплатить по этой цене. В понедельник эти цены тыква, так как там карета превращается в тыкву, и снова становятся валидные цены, которые у нас на сайте. Сейчас эти цены только для участников вебинара дополнительная скидка. Сейчас я скажу, насколько эти цены ниже, чем цены на сайте. Значит, смотрите, для сравнения на сайте стоимость курса 7999 долларов, а сейчас она у вас 4 499 долларов. Также на сайте сейчас предлагается скидка, и при оплате частями 4 999 у вас на 100 долларов дешевле, и при разовой оплате 4 599 у вас опять на 100 долларов дешевле. Так, про рассрочку спросили подробнее. Смотрите, вы можете написать мне в Телеграме, потому что рассрочка, она согласовывается, поэтому напишите, что вас интересует рассрочка, напишите ваш имейл, пожалуйста, мне, и я согласую для вас рассрочку. тогда всем спасибо большое, друзья, сегодня мы сделали невозможное, написали просто приложение на Java, запустили, вот так вот, сходу. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо вам всем за терпение, за то, что были с нами, за активность, за вопросы, и всем удачи, я надеюсь, вы примете правильное решение, и мы встретимся в группе все вместе. и вы будете в будущем коллегами. Да, и будете моими коллегами. Хорошо, друзья, всем спасибо, мы сегодня очень продуктивно пообщались, надеюсь, вам было тоже интересно. На сегодня все, всем хороших выходных. Да, всем хороших выходных, пока-пока.